В детстве я мечтал продавать керосин. Я жил в Подмосковье, у бабушки с дедушкой. Там была печка, и был примус, и керосинка. Примус и керосинка — это совершенно разные приборы, которые для разного использовались. И меня отправляли в керосиновую лавку с круглым таким бетоном трехлитровым. Он довольно был тяжелым, я тогда по возрасту. Но как же вкусно пахло в этой керосиновой лавке. В ней была такая приступка, в эту приступку были вмонтированы баки. И там сидел человек, который огромным половником зачерпывал этот керосин и через воронку в тебя наливал. Я думал, какой же он счастливый, вот он продает керосин. Он такой важный человек, и так вкусно там пахнет. И там еще продавались какие-то, уже не помню что, но, видимо, какие-то самые простые бытовые вещи, которые могли понадобиться хозяину примуса или керосинке. В общем, я мечтал, что когда я вырасту, я займу место этого человека керосиновой лавке. Но не сложилось. А дело в том, что мои родители расстались, когда я был совсем маленьким. Папа доктор, хирург, гинеколог. А мама была театральным критиком. И, собственно, слово выросли. А в театре все эти современники, таганки и прочие театры, БДТ, они все у нас гуляли, разговаривали, спорили, выпивали. И я, собственно, кроме слова газета и слова театр, других слов-то и не знал. И думал и про то, и про другое, но как-то все-таки, по примеру, мамой решил стать журналистом, хотя никаких оснований для этого, в общем, не было. Я никогда ничего особенно не писал, закончив вторую часть в школе. А это было какое-то... Причем я точно знал, что я хочу заниматься только международной журналистикой. Вот. Такая была искусственная, придуманная мечта. Ну, вот и все. А потом я хотел стать великим писателем и написать почему-то... Я думал не про качество, а про количество. Я мечтал написать больше, чем горький. У меня производило большое впечатление его собрание сочинений, такой черный, занимающий почти всю полку. Мне казалось, что это очень круто написать больше, чем он. У тебя горький, ныне подзабытый, совершенно замечательный, романтический писатель. Я многое помню из него наизусть. Вот. Но я даже не сумел написать, не говоришь про количество, да и качественно, так, как он. Но это такое... Вот у меня есть такая теория про то, что жить надо обязательно, начиная с большой мечты, а заканчивать тем, что находить в себе силы, трезво оценить достигнутые и не особенно переживать, когда мечта осуществилась. У меня есть такой даже афоризм, что человек начинает жить, мечтая перевернуть мир, а заканчивает необходимостью обустройства шестисоток. Ну, до шестисоток я уже не дошел, а вот боюсь, что мир уже будет переворачивать кто-то другой. Потому что точно я знаю, что мечтать надо не о том, как ты хочешь жить, а о том, кем ты хочешь стать. Субтитры создавал DimaTorzok